Готи две пито пасиуса тоу логу, кайта псюхен и посото гопусе булито хрема тейн протонументус тонн митяара логон логус, готинис доксан антидоксас тен нон афиломеной тен дэнергоссаменой тэ аписта кай адала файнеста, т.е. тес доксас омасин епкоесан. Готи, что касается, нам предлагает комментатор переводить, а что касается гепейтхо, гепейтхо, видимо, с маленькой буквы. Убеждение. Да, т.е. это не богиня убеждения, наверное, а всё-таки само убеждение, да? Как процесс или как что, как результат даже не знаю. Да, которое просэйми, да. Подходит, приближается, сейчас. Присоединяется, предлагаю здесь перевести просэйми. Присоединяется. Хотя, вообще-то говоря, буквально это не совсем присоединяется, наверное, да? Давайте посмотрим переводы этого слова. Присоединяется это про гапту. Помните, у нас вчера в Геродоте был глагол гапту, да? Да, но это было касаться, притрагиваться. Ну, у просэйпта много значений. Там и прикреплять, и привязывать, и прилаживать, и касаться, соприкасаться. Про просэйпту, да? Да, а тут вопрос с ими... Вообще, вообще есть даже этот самый, выступать с речью. Это, знаете, видимо, имеется в виду... Я боюсь, что тут имеется немножко другое выступать с речью. Имеется в виду просэрхума. Помните, это глагол просэрхума, кажется, в Атхэнезе. Есть там, где говорится, что Перикол поднялся на трибуну. Угу. Или там другая приставка. Про сэрхума. Про сэлтхум, по-моему, да, там. Угу. Это про человека, наверное, знаете. Хотя, почему бы и нет, действительно. Тогда убеждение... Нет, ну тут не подходит, видите, тут с дативом, да, присоединяюсь, да, действительно хочется перевести, присоединяюсь к речи. Ну да, давайте так, хорошо. Что касается убеждения, присоединяющегося к речи, что касается убеждения, которое присоединяется к речи и формует душу, как только пожелает. Да, и тут смотри, тут у нас медиальный залог, да, IT+, это медиальный, да, то есть для себя, как ему хочется, да, очень хорошо сюда подходит медиальный залог. И душу для себя, как ему хочется, формирует, да. Угу. Следует узнать прежде всего. Значит, ну, или, да, наверное, узнать. Слова метеорологов, которые, значит, афеломену, это афаэрелу, то есть, как-то снимают? Да. Отменяют, хочется сказать, отменяют. Да. Значит, которые... Тенмен, афеломену? Отменяют. То есть, вот это Мэн и Дэйд, это те две доксы, которые здесь, вот эти мантии, то есть, которые, скажем так, в отношении двух докс, доксы против доксы, одну, как бы... Я хочу сказать, что это не обязательно две доксы, это цепочка докс, которые сменяют друг друга. Как вы помните, я вспоминал в прошлый раз этого куна с его парадигмами, да, одна парадигма, одна точка зрения просто меняет друг другу. Первая меняет вторую, вторая, третья, вторую, четвертая, третью. Их не две, их много, мне кажется. Это выражение более общего характера, мне кажется, да. Хорошо, ну, в общем, вот в этой борьбе, как бы, докс, в диалектике... Я думаю, что это не диалектика. А, вы думаете, это диалектика? Ну, я не знаю, если это метеорологи... Нет, конечно, это не в каком-то... Это я так... Наука. Скорее. Физика, да? Да. Ну, я себе, кстати, с трудом представляю. То есть, я никого из них... Я не знаю, от кого-нибудь что-нибудь, кроме как от Гераклита, заметное осталось. Вот Гераклита читал, и как к нему эти слова ладятся, я не очень понимаю. Но на русском, в принципе, переводит. Подождите, мне кажется... Ну, речь идет о чем? Об астрономии, по сути, да? Материологии, о чем? Там... История астрономии, античная, по-моему, довольно богатая. Там было много разных точек зрения. Помните, один философ считал, что, например, что звезды — это дырки, сквозь которых что-то там... Так это Гераклит, по-моему, и был. По-моему, нет. По-моему, тут другой. Но я не помню сейчас точно, да? И были другие точки зрения, да? Разные были точки зрения. Хорошо. Значит, и вот в этой борьбе разных докс, которые в их размышлениях происходят, они одну доксу сняв, а другую впояв. Значит, пояс, я думаю, это гономический, делают, значит, делают невероятное... Не делают, тут по-моему, каузативно используются, заставляют, наверное, да, чтобы... Да, заставляют, значит, невероятное и неправдоподобное явиться преддочи этой самой доксы. Интересно, почему доксы, а не человека, да? А потому что она у него до этого была, то есть вот он, собственно, ну... Вот эта несчастная докса, все параграфы предыдущие, там несколько штук, она как раз-таки принимала на себя действия Логоса. А как мы переведем тут доксу? Мы это не обсуждали тогда? Обсуждали. Мнение? Мысль просто, да? Ну, это непонятно как, в смысле, мне кажется, что оно непереводимо. Потому что, ну, это я уже, я в какой-то из прошлых разов говорил, что в доксе, на мой взгляд, насколько я понимаю, достаточно сильное, сильное феноменологическое измерение, а в свое мнение оно отсутствует полностью. А, мы это обсуждали со ссылкой на хайни, как я вспомнил. Да. Которого я не читал. Но, в любом случае, у докса нет глаз. И это какая-то фигура. Давайте с нее начнем. Я уверен, что это можно каким-то словом обозначить. Вместо того, чтобы сказать «глаза Ивана Ивановича», можно сказать «глаза души Ивана Ивановича», да? Или «глаза разума Ивана Ивановича», да? Угу. Что это такое? Как бы «целое место счастья». Как это будет называться? «Метонимия»? Что это? Ну, только это не совсем «целое место». Наоборот, часть вместо «целого», я, извините, оговорился, кажется. Да? Часть вместо «целого». Угу. Ну, да, может быть, может быть, метонимия. «Бриганьевы руками плещут». То есть, что значит «прриганьевы руками плещут»? Это значит, что... Что Ленинград аплодирует. Жители. Ну, да. А, плещут, смея, да. Я просто плещут, понимаете, тут у Ломоносова двусмысленно. Да, у тебя обычно плещут воды. А тут рука плещут, уходите, да? Ну, да, рука плещут. Метонимия. Это перенос жителей на город. Нет, тут двойное, да. То есть, жители берегов становятся бригами. Да. Можно назвать это Антономасией? Помните нашу Антономасию из царя Эдипа, да? Вместо сказать «привет, Эдип», он говорит «привет», какая-то там замечательная голова Эдипа. А здесь вместо того, чтобы сказать «глаза ученого», он говорит «глаза доксы ученого». Не Антономасия. Не, мне кажется, что это Антономасия. Но тут должно быть имя собственное заменено. Может, это катахреза, ими собственное. Хорошо, а может, и катахреза тогда? Ну, и такое неправильное сочетание. Так, сейчас. А я забыл вообще, что такое катахреза. Ну, да, это просто странное употребление, да? Да. Быть сиротой относительно друзей, а не относительно родителей. А сиротеть друзьями, да? Да, помню такое. Слушайте, а вот файл, который мне послали, Ницшианский, да? Я просто не знал, что у Ницши вообще есть работа при риторике. Это какой-то его университетский конспект еще, да? Ну, это лекции, которые он читал, да. Ну, это какая-то маргинальная работа, да, мало известно. Я просто даже не слышал. Ну, вот их вроде сейчас начали. В смысле не то, что сейчас, но довольно поздно начали ими заниматься. Они опубликованы, да, вот в этом собрании на русском языке? Нет, на русском языке нету. Вроде полностью издают сейчас том за том. Знаете, такие бледно-розовые какие-то? Да, да. Ну, в общем, я не знаю, что с очами мнения думать. Ну, ладно. Сдаемся, да? Пока. Угу. Слушайте, а то, что мнение подходит, прикрепляется к разуму, это тоже, наверное, катахреза? Ну, у вас все-таки это глагол движения, да, Парсиуса? Да. По сути, это того же порядка, что и глаза Тесдокса с Омосин. Потому что мнение, если это не богиня убеждения, а само убеждение, то он не может подходить ножками, да? Так. Да, но тут, ну, вот с этим, если начать вот это разбирать, то тут все превратится, потому что... А можно ли формовать душу, да? Да, можно монету формовать, а не душу с помощью глагола Тюпова. По-моему, глагол Тюпова применяется к монетам. Ну, даже здесь не к монетам, то, наверное, к каким-то инструментам, я не знаю, к лопатам. Действительно. Ну, что-то в первой фразе еще увидите. Почему он говорит про логосы метеорологов, а не только лишь... а не шире физиологов? Как будто он этого слова не знает. Сужает немножко, да, до метеорологов все. Ну, мне кажется, что метеорологи все-таки... Это, получается, те, которые о небесных вещах, правильно говорят? Ну, да. То, в чем обвиняли Сократа, там даже комментаторы упоминают облака Аристофана, помните, там... Тут можно было вспомнить апологию... А, апологию Сократа тоже вспоминают, естественно, да? И там, и там говорится, что Сократ якобы изучал небесные явления, в общем, считал, что небесные всякие предметы — это не боги, это объекты, то есть, в общем-то, оскорблял религию традиционную афинскую тем самым. Его там называют именно метеорологом, то есть, да, вот... Ну, мне кажется, что это вот конкретный, что это метеоролог — это такая крайняя точка, то есть, это тот, который говорит как бы о вещах, которые априори никогда не удастся не потрогать, не увидеть вживую. В смысле, это какой-то прям совсем скандальный учёного-мыслителя. В общем, он специально заостряет, да? Чтобы... То есть, видимо, читатель, слушатель поймёт сразу, что и речь идёт о чём-то скандальном здесь, да? А не о каких-то там... А не о каких-то людях, которые там гомункулсы в банке взращивают и, в общем-то, никак не затрагивают религию греческую, да? Ну, дело даже не в религии, дело в том, что просто вот этот доксус антидоксус, доксон антидоксус в случае с метеорологов... С метеорологами это, как бы, это... Как это сказать? Какой-то есть вроде фразеологизм... В общем, это какая-то битва, которая никогда не может закончиться, ну, в общем, никакого не обо что ей приткнуться, да? То есть, это люди, которые спорят о вещах, ну, по крайней мере, для широких масс, о вещах, как бы, невидимых... Ну, о почти несущих, как бы, вещах, об орбитах каких-то там, не знаю, о том, как... О дырках очень-очень далеко и высоко. То есть, там, где можно заниматься вот как раз-таки риторикой, то есть, одно оспаривать, другое утверждать без конца вообще. Угу. И поэтому не Алитхейн, а Алитхейн антидоксис, а доксис антидоксис, да? Угу. Такой, в общем, действительно, это очень напоминает Куна. Потому что Кун, например, да, Томас Кун, ну, вы знаете, о ком речь, да? Он же был в этой цепочке философов науки, там, Поппера, Локатоса и остальных, Фейерабинда... Только Фейерабинд, по-моему, был больше релятивистом, чем Кун. Поэтому, кстати, довольно странно, что книга Куна получила такое распространение. Он, по сути дела, релятивист в Советском Союзе, да? Угу. Ну, в какой-то степени релятивист. И тут тоже, получается, в конечном итоге просто докса меняет доксу, в общем-то, а истина... То есть, тут нет вот этого иерархии знания, как у Платона, да, там, вера, мнение, подлинное знание. Тут просто всегда докса, за доксой. Ну, ладно, но это к делу-то особого отношения не имеет, да, к нашему риторическому. Ну, к риторическому, не знаю, вот есть Аписта и Адела. А, да, да. Кто это? Парихеза у нас. Парихеза, то есть, они разнокоренные, но похожим образом изучающие. Я бы здесь Та еще добавил, да? По-моему, я говорил об этом уже, да? Та Пистака и Ата Адела. Угу. Для большей симметрии. Так, так, что еще тут есть? Вначале, в самом... Хиазма нету. Русиуса то лога, кайтэн псюха этипоса то, нет? Хотя тут, да. Он такой слабый. Слабенький. Тут просто это причастие. Хэм от хэйм. Протон мэн тус та 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 та. Комментатор ничего нам не подсказывает в этом отношении здесь? Ну, вроде нет. Зевмы нету? Где Зевмы? Зевмы нету. Ну, смотрите, вот этот глагол тоже с... С Доксой как-то плохо, как вы говорите, ладится, по-моему. Вделывать Доксу, да? Звучит как-то... По-слесарному как-то слишком, да? Вделывать Доксу. Можно гвоздь вделывать. Так. Ну чего, больше ничего не видно, да? Да, но с этим Энергадзо, видимо, для него самого, значит, это какая-то... Уже рабочая штука, потому что, ну, мы видели, он много раз это делает. То есть, это он не для словца сворачивает, это он действительно так выражается. И знаете, что... Я понял, да. Не для словца, а просто потому что другого слова не нашёл у Хатька, да? Ну, не знаю, вот... Ну, это похоже на общий мотив, который он пытается это самое продвинуть, что всё здесь какой-то этот самый мухлёж, мухеншафт, всё можно как бы делать, и кого угодно можно к чему угодно склонить. Вот, и вот это вот, как бы, какая-то практическая, прагматический какой-то смысл вот этого Энергадзума, в принципе, ладится. А так, я не знаю почему, не понимаю почему он так пользуется этим словом. Знаете, ещё что я вспомнил в присловии Омася? Вы не помните, как начинается «Женщина в народном собрании» Аристофана? Ничего про это не сказано? Нет. Женщины в народном собрании пародируют начало Феникияна к Эврипиду. Феникияна к Эврипиду, кстати, из фиванского цикла, тоже надо всем нам тоже будет прочитать. Давайте потом как-нибудь, если жизнь хорошо сложится, весь фиванский цикл прочитаем, да? В том числе Феникияна к Эврипиду. Там Иоакаста обращается к солнцу, а Аристофан к солнцу как, не знаю, к божеству скорее, конечно, чем к светилу. А Аристофан, пародируя это в начале «Женщины в народном собрании», меняет солнце на Олампрон Омма, на глазок лампочки. То есть он меняет огромное светило, солнце, гелиус, на Омма, на лампочку зажженную. Хотя я сейчас подумал, что зря я все это вспомнил, потому что это всегда никакого отношения к этой мысли не имеет, да? Ну, смотрите, если мы… это просто, конечно, софизм такой будет, да? Смотрите, если Омма – это… замените слово «хелиус», то тогда вот это слово Омма, оно на самом деле продолжает метеорологический асперномический ряд, который задается в начале предложения. Ну ладно, это, наверное, лишнее было, я сейчас подумал. Не обращайте внимания на то, что я говорю. Так, давайте дальше. Девтерон, ДТУСАНН, КАИУС, ДИАЛОГОН, АГОНОС, ЭНХОИС, ГЕЙС, ЛОГОС, ПАЛЮН, ОХЛОН, ЭТРПСА, КАЙ, ЭПИСА, ТЕХНОГРАФЕЙС, УКОЛИТЕЯ ЛЕХТЕЙС. Да. Так, значит, сейчас… Девтерон, ведь у нас, помните, было «Протонмен» предыдущие предложения, а теперь «Девтерон-Д», а во-вторых… Угу. 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 Во-вторых, мы должны, видимо, «Матейн» продолжается припомнить, ну, выучить, ну, это самое… Не выучить, смотрите, как комментатор предлагает заметить, обратить внимание. Почему-то. Угу. 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 Значит, мы должны заметить вот эти соревнования словесные, какие-то прения. Ну, я помню, что «Аннкаю» здесь в двояком смысле, то есть, принудительный, либо в том, чтобы принудить друг друга согласиться словами, ага… …либо, как действительно вынужденный вот, как в суде. Угу. Угу. Обязательно слово. На которых одно слово, опять гномически, наверное, услаждает большую толпу и убеждает, будучи технично записанным, но не по правде сказано. Да, спасибо. Смотрите, Гойс Гейс, мы это обсуждали? Похоже, да вообще? Да. И как мы это называли? В смысле, я говорю, да, похоже, но, по-моему, не обсуждали. Ну, явно тут Гойс Гейс звучит похоже. Ну, тоже можно парихезой все это называть. Вот, потом... Ну, может быть, Тетерпсекай Эписет что-то там есть. Окачание одинаковое эссе. Да. И, соответственно, как это, Парисон, наверное, технографейс у Калитея Лехтейс. Угу. Без хиазма. Без хиазма просто Парисон. А это хиазм? Может, небольшой такой? А, нет, не хиазм, я понял, ну. Ну, тут, да, тут не хватает места. Вот, вот, вообще, эти самые составители говорят, что, что, значит, антитезой, ну, в общем, я про антитезу прочитал, наконец. Говорят, Пистин Мен Эхей Терпсен Деу Ферой, это антитеза. Ну, видимо, не обязательно Мен Эдэ. И часто в сочетании с Парисоном, что усиливает контраст, мне кажется, что это тоже можно, как антитезу, да? А где, не понял, где антитеза? Ну, технографейс у Калитея Лехтейс. А. Не только Парихеза, но и антитеза. Не только Парис. А тут, смотрите, антитеза до этого смысловая. Один всего Логос, Полин Охван. Это антитеза? Так, одна пуля убивает десять слонов. Может быть, это какой-нибудь... Нет, это не антитеза, это что-то другое. Да. Тут ананкаюс, это гипербатон, то, что он вынес, то, что они обязательные ананкаюс. Угу. Два раза Логан, смотрите. Диалоган, Гейс Логос. Это, друзья, это полюптод, да? Угу. А, смотрите, то, что убеждает Логос, а не человек, который Логос произносит, это что такое? Ну, я не знаю, мне кажется, что это как раз таки... Ну, можно было сказать, что это какая-то катахреза или даже... Ну, если наоборот, это могла бы быть Зевма долгожданная, но мне кажется, что нет, что это нормально. Нет, это не Зевма. Зевма, это когда одна часть нормально работает, а вторая странно, а здесь... Здесь замена, как бы, общего на часть. Ну, может, про намоси... Ээээ... Автономосия... Извините, антоаномосия. Эээ... Или метонимия. Или метонимия. Да. Надо выяснить, с чем отличаются антоаномосия и метонимия. Все говорят про метонимия, но метонимия, это когда я пью не чай, а чашку чая. Чашку пью. Чашку, конечно, не пьют. Из нее наливают. Она... Она... Она не жидкая. Вроде, да, вот это все такое с метонимиями. Олицетворение может. Можно назвать олицетворением этот Логос? А, или даже... Олицетворение... Персонификация такая. Ну... Ну ладно, давайте дальше пойдем. Ничего больше нету тут. Лэ-Лэ. Смотрите. Вам не нравится? Ну да. Эээ... Эээ... Да, здесь... Так, 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 так... Графейс Техне. Логос, так... Охлун. Логаны. Ладно. Я ничего не вижу. Давайте дальше. Тритен де философен Логан Гамилас Энгайс Дейкне Тайкай Гномас Тахас Хос Эв метаболон Пойюн Тэн Тэс Доксис Пистин. Угу. Значит, в-третьих... Стоит заметить... Сейчас... Гам... 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 Или что там... Гам... Соревнования, да? Соревнования, да. Это я помню. Гамила. Значит, состязание философских речей, на которых показывают и быстрота знания или мнения. Вот смотрите, по поводу гнома. По-моему, я от лебедя этого слышал, что гномы в ионистском варианте это синоним нуса. То есть это можно перевести как быстрота ума. Как тут нам предлагают переводить гнома? Никак, да? Мне кажется, быстрота ума это прям современно очень, да? Понятно. Значит, вот она показывается в каком качестве, видимо. Как она... По-юн это притястие, что ли? Да, среднего рода. По-юн, да. Так, стахо согласовано, понял. Как она производит перемену веры Доксы? В общем... Ну, смысл понятен, а как по-русски это связано передать, непонятно. Я из ваших слов не понял смысл. Вы можете как-то перефразировать? Значит, хорошо. Нам нужно вспомнить еще и соревнования философов, на которых демонстрируется быстрота ума... Так же, Кай. Да. В каком отношении, в каком свете оно демонстрируется? Как то, что производит перемену веры Доксы? То есть... Или нет? Или это тахос, с которой... Сейчас... Эуметаболон, это же может быть... Двух окончаний. Это с пистисом, наверное, да? То есть это предикат такой, пистин? Что тут пишут? А, видите, это номинативскую аппартикипию даже. То есть Декнюмай, как глагол Хурау, вводит номинативскую инфинитиву, и показывается, как вместо инфинитива используется причастие. Тахос, это получается логическое подлежащее. Вместо... Извините, вместо сказуемого используется... Еще раз. Декнюты вводят номинативскую инфинитиву, тахос, подлежащее, логическое, пуюн, логическое сказуемое. вместо инфинитива, а внутри там еще дуплекс есть после Пу Юн, значит, на которых, да, на соревнованиях показывается. Мне кажется, Кай довольно важный, потому что если мы убираем Кай, то получается, что, по мнению Горгия, философия заключается всего лишь в софистике и просто в искусстве спора. Он говорит о том, что там, помимо прочего, Кай еще и быстрота ума показывается. Может быть, там тоже занимаются, я не знаю, диалектикой в платоновском смысле слова. Но также там и быстрота ума показывается. Показывается то, как она делает, что, пистис? Каким? Эуметаболон. Как она делает веру в знания или в доксу? Да, переменчиво. А ГОС усиливает, до какой степени переменчиво. А может быть, и не усиливает, может быть, просто как. Как переменчиво показывает то, как вера, уверенность в каком-то мнении, и как вот эту уверенность в мнении, быстрота ума делает переменчивой. Меня немножко смущает, что тут как будто бы, ну, действительно, что тахос – это подлежащее. Потому что, ну, да, я понимаю, но просто мне кажется, что изменчивость, что, ну, как бы, я бы на месте его сказал бы, с какой, как бы, быстротой производится как-то сама по себе, может быть, изменчивость мнения, а не то, что сама быстрота производит изменчивость. Ну, а, но быстрота ума. А тогда кто будет, еще раз, тогда подлежащее какое будет, если мы тахос меняем на тахо, да, например? Ну, есть просто, ну, это так, это уже спекуляция, есть существительные эуметаболон, да, просто изменчивость. Ну, ладно, допустим. И тогда, а что такое изменчивость, извините? Ну, вот, склонность к изменениям. Упаси Господь, нас оттокие. Упаси Господь, нас оттокие к изменениям. Но это еще более абстрактно, чем быстрота ума. Согласен, да. Просто, просто странно, мне казалось, мне, ну, как бы, ожидает, что эта быстрота будет свойством самого процесса, который вот в Паюн. А она, как бы, не процесса свойства, а отдельно. Ну, это же процесса свойства. Не понял. Кто процессом делает? Ну, есть процесс, вот этот, который в Паюн обозначен, процесс делания веры изменчивой. И кажется, что такос, это должен быть, должно быть определение этого процесса. Ну, нет, это я так, видимо, он так действительно, так сказал, как сказал. Это быстрота ума, которая вот так делает. Вы, кстати, видите, что тахос и гос имеют похожие окончания, да? Это даже гномы с тахос и гос. Да, и гномы с тахос и гос, но тахос и гос еще больше похожи между собой, потому что там они звучат очень похоже. Только долготой О отличаются. И комментатор ничего об этом не пишет. Вы знаете, в принципе, можно было бы понять это, как это называется, гоплография, когда, ну, короче, вот писец какой-то монах написал тахос. А вы знаете, что певцы были пьяными всегда, да? Монахи пили от трех до пяти литров пива в день, который переписывали в монастырях в Средневековье, да? Это я не шучу абсолютно. А потому что, а что же они пили? Акваминерали, что ли? Конечно, пиво пили. Сами его варили, да? И он написал тахос, и забыл, что он написал тахос, и его пьяный взгляд упал сюда. И он решил, что это гос, еще раз гос написал. Решил, что это гос. Либо, ну да, то есть повторил окончание тахос как дополнительное слово. Так что гос под вопросом для меня, честно говоря. От того, что не доверяете пивным монахам? Нет, монахи действительно же часто ошибались. Это известно, да? Почему бы ему здесь не ошибиться? Тахос гос, ладно. Правда, наверное, очень по-разному писались буквы, да? Омикрон и омега с другой стороны. Ладно. Как вы предлагаете тогда иначе понять? Вы предлагаете тахос поменять на таху, да? На какой-то, на моде такой, да? Ну да, я как бы, я думал. Но вообще нет у меня какой-то предложения, как пересобрать фразу под мою корону перевод. Ладно, давайте пока поймем, что здесь написано с точки зрения комментатора. Тут написано о том, что быстрота ума, как подлежащая, она... Значит, вера в какое-то мнение – это вещь, которую он принимает по умолчанию. Есть некоторая уверенность во мнении. Но помимо того, что это само по себе зыбка, как любая уверенность, да, Пистис у Платона. Помните, самый низший род знания в седьмом письме и в государстве. Так она еще и переменчива. То есть, зыбкость в двойном квадрате получается. То есть, быстрота ума... Смотрите, получается, что быстрота ума не приводит к результатам каким-то, ведущим к истине, а наоборот, делает зыбкость еще более зыбкой, да? Вот что здесь написано, получается. До чего... И если мы верим комментатору, то и понимаем это как дуплекс, то ЭОМЕТАБОЛОН – это вторая часть дуплекса, и она вынесена вперед, и тогда это гипербатон, да? Угу. И быстрота ума каким же переменчивым... Какой же переменчивый делает уверенность в каком-то мнении? А вы тест докса с пистин как объективный генитив читаете? Да, как все. А ну просто она вот была прям такая субстантивированная, эта докса, всю дорогу, так как будто бы я уже... Как будто это что-то живое. Так ее и обманывали тут, и туда, и сюда водили. Что я это читаю как, что это пистис, который у этой доксы. То есть они как бы идут действительно внахлёст друг против друга. То есть ум быстрый, а докса наивная. И значит, вроде как это все в одном человеке, способности ума и так далее, но какой-то порог, тяжелый порог как бы человеческого существа в том, что вот у него есть эта докса, которая как бы невменяемая, приводит к тому, что быстрота ума вместо того, чтобы как бы наверстать этот порог, только хуже делает от быстроты ума, вот эта вера этой доксы делается и еще более как бы изменчивой. Не понял, что значит вера докса только? Ну как если в человеке был бы орган докса, вот как инстанция, как орган мнения, какое-то воззрение, что-то, что-то, ну то есть представление, да, там о том, то вот с чем, в общем, работают всякие софисты, ритры и так далее. И вот у этой штуки есть как-то мнение, какой-то как бы вектор, как бы куда-то какой-то расположенный. То есть предлагать как субъективу с это понятия? Ну я вот так сначала прочитал, да. Тогда пистин – это не вера, это способность верить или способность вызывать веру у кого-то? Думаю верить. А, понял. И тогда быстрота ума, это интересно, да, и быстрота ума делает эту, так сказать, как это, не эластичность, а как это, подвижность, ну вот неподвижность. Податливость. Податливость, да. Податливость докса делает ее еще более, расширяет ее диапазон податливости, да? Угу. 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 Не слишком или это утонченно звучит? Психологично, не слишком психологично? Мне вообще, я вообще на самом деле к Горгию достаточно уважительно отношусь. Я тоже. Мне этот стиль, его места кажется утомительным, но делом он занят интересным, потому что, то есть он на самом деле задолго до всего проводит как бы вот эту критику, то есть, когда Христос и христиане, значит, скажут, что нужно вот рождаться как бы от Логоса, а не от чего-то, да? Никто, наверное, достаточно долго еще не вспомнит о Горге, который, собственно, вот эту как бы беду, то есть у него человек, в принципе, который здесь описывается, как раз таки от Логоса и рожден, да? То есть это человек, который не телесный, а с доксой своей и так далее, но это достаточно несчастный, неуклюжий человек, будучи как бы рожденным, ну, то есть сознание, это реально сознание, то, что он описывает, и оно при всей своей сознательности беспомощно. Ну, если это действительно так, может, просто это не так, может быть, тут все-таки просто уверенность, уверенность. Просто, подождите, если это субъективность, то это мнение... Хорошо, это... мнение... То есть это, блин... Это способность продуцировать мнение, да? Способность верить, да? Вы сказали это. Психологическая способность. Ну, не знаю. Это надо очень хорошо античную психологию знать, чтобы сказать, мог кто-то даже не сказать, это, а сказать-то можно, что угодно, а понять это. Он же рассчитывал, что его хоть кто-нибудь поймет, да? Угу. Какой-нибудь... Ну, я вас сумел понять, да? Ну, потому что понятно, почему. Аристотель бы понял. Ну, если, как бы, это самое, я боюсь просто упрести куда-то, но вот в самой вот этой вот феноменологической интерсубъективности понятия докса, мне кажется, заложена некоторая близость и того генитива, который мог бы здесь быть абсолютным, и того, который мог бы здесь быть... Абсолютно. Ой, генитива субъективного и объективного запутался. Значит, докса — это ведь не ящички, не контейнеры. Это не так, что я своей доксой заценил доксу кого-то другого, и... То есть доксы сливаются. Я могу принять, я могу, поверив кому-то, я его доксу принимаю себе, ну, по сути, как свою. То есть это более, более какой-то живой, кипучий, бродячий, как бы слой бытия, это докса. И поэтому вера, она одновременно, как бы, и доксы, и в доксу, во что же еще это будет еще вера? То есть как бы это... Ну, это я уже что-то такое реконструирую, но мне кажется, что пистис для доксы — это, собственно, средство отождествления одной доксы и другой, да? То есть поверить доксы в чужую доксу — это значит, как бы, ну, каким-то образом слить их. Вот я уже перестал понимать. Я, кстати, сказал, что я понял, а Аристотель бы не понял, но вы понимаете, что я имею в виду, да? По поводу слить доксы я не понимаю, да. Я имел в виду, что Аристотель бы просто в других схемах мыслил, да, он просто бы не понял, не понял бы ваше современное описание. А что значит слить доксы? Вот последнее я ваше не понимаю. Ну, потому что это не совсем копии. Это нету, мы же, а как нам себя представить? Вот человек... Можете аналитичнее, немножко аналитичнее описывать ваше зрение, чтобы я понимал. Хорошо. Ну, то есть, речь же не идет о том, что в человеке есть какое-то, какое-то там, место, где можно что-то отпечатать, зафиксировать. Что такое принять? Ну, то есть, что значит быть убежденным? Не так, что значит дать себя убедить? Это не значит, что человек со своей доксы приходит и пишет на моей доксе, на моей уже доксе, там, где-нибудь у меня в голове какие-то слова, которые на ней как бы запечатлеваются. Нет. Мне кажется, что эти доксы входят друг в друга, то есть, я начинаю смотреть на мир, например, его глазами. Да, вот если технологии немножко вернуть сюда. То есть, не то, чтобы у нас были каждый со своей доксой и они как бы реплицировались. В общем, я бы не сказал, сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, что для докса это неправда. возникает как бы какая-то разница, полярность докс, и они воспринимаются как разные, когда мы видим двух бойцов там на арене или на философском споре. Но как бы так-то люди ходят объединенные этими доксами. И пистис, вера, это как раз-таки и есть ну как бы последующий механизм, то, что отождествляет доксы с доксами, то, что составляет из докс какие-то большие человеческие кластеры общности и так далее. Ну, это кого сейчас вы излагали? Это я так Горги понимаю. Нет, вы не Горги излагали, вы какого-то Бомгарта на каком-нибудь не знаю кого, Лебница, Шеллинга. не знаю, кого вы сейчас излагали просто, понимаете? Ладно. У вас какая-то докса это какая-то инфекция, да, которая, а пистис это иммунитет возникший после того, как мы переболели инфекцией, да? Одной, второй, третьей. Или наоборот, сами средства заразы, не средства, но как бы пути заразы, дыхания и так далее. То есть, ну, как у человека пистис это не то, что я могу включить, выключить или что как-то автономно от меня. Это то, что вот кто-то 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 что-то закричал, кто-то какое-то откровение значит, явил на улице по поводу, например, публичного обстояния дел и я ему тут же как бы услышал и тут же поверил без рефлексии. пистис работает и все, и вот докса стала стала как бы моей и мы идем это самое там громить. Нет, подождите, она не стала моей. Вы ее поняли, вы ее поняли, возможно, не согласились. Тогда это докса, вы просто ее поняли, а пистис это когда вы ее приняли, поверили в нее, допустим, вы приняли. как вам такой бренд. Ну ладно, все это интересно, только надо какой-то семинар отдельно делать по слову докса, многолетний. Почему бы и нет, это очень интересно, но мы должны исходить из того, попытаться понять, что здесь в тексте написано. Мне кажется, все-таки тут тут, наверное, надо текстологически работать, просто смотреть, как используются эти два слова, сочетания докса и пистис, чтобы это было доказательно, чтобы всем влезть в голову этих криков мы не можем, и, ну мы затрагиваем очень сложные вопросы, у нас нынешний семинар таких задач не ставит, в общем-то. Хорошо. Ну спасибо вам, я благодарен вам очень, единственное, что я не всегда вас понимаю, не успеваю понять, просто вы быстро говорите, и не пытаюсь, не успеваю отделить и суметь отделить то, что вы думаете от того, что вы наслаиваете, от того, что в тексте, да, вот как бы тут низкие уровни смешиваются. Ладно, ну допустим, ладно, допустим, как вариант, но все-таки кажется базовый вариант, что это генитивус объективус, да, все-таки, да, такой, ну, базовый, а уверенность в каком-то мнении, будем переводить это мнением, как это обычно в учебниках философии переводят, ну понятно, что учебники философии, они все платонические, по сути, да, они сходят из термонологии Платона, ну пускай, уверенность в мнении и быстрота ума делает ее переменчиво, это мнение, ну ладно, ну ладно, риторика какая здесь, что тут есть, никакой? Не особо, Тахос Гос мы заметили, а нет тут масла масляного, быстрота делает быстроту, ну нет, тут все-таки эометаболон это не быстрота, это переменчивость. Кстати, по-моему, между прочим, в метеорологии Аристотеля это слово используется, да? То есть, это тоже из того же ряда слова на самом деле. У Аристотеля в сочинении о небе, или как оно называется, о метеорологии, это означает переменные погоды, по-моему, просто. Возможно, здесь метафора. Я хоть что-то пытаюсь найти здесь. То есть, перемены ума сравнивают с переменами погоды, сезонов времен года. Так, ничего точно, да? Ну что, давайте дальше пойдем. Нет, ну вообще, вот все-таки даже, например, про тест-докс и спистин уже безотносительно вопроса о том, в какую сторону этот генитив, и вот этой вот зыбкостью там с аллегорией, метоними, или как бы уже нет и так далее. Вот Ницше же, собственно, и говорил, что философский язык навязывает себя как бы как язык прозрачный, в смысле ну язык действующий, скажем так, на всеобщих основаниях. А на самом деле, вот мы здесь у Горгия наблюдаем, как этот философский язык складывается из риторических фигур, стирая как бы собственное риторическое происхождение. Не понял, потому что даже просто... Не понял, подождите, помедленнее можно? Что значит последнюю фразу пообъяснить? Почему он их стирает? Ну то есть, вот что мы, что мы посмотрим на этот тест-докс Спистин и думаем как бы аллегорием, то есть, может ли так быть, что у докса есть вера или вера есть как бы доксу? Ну это не следует из риторического анализа, это следует из концептуального анализа, из логического. Да, так он, собственно, это понятие, эта формулировка предлагает себя как бы логическому анализу, как бы, ну отрывается, в общем, от риторической почвы и переносит себя уже в сферу чисто логического, то есть, становится понятием, ну, там, философским. А почему? А зачем она философу нужна, эта риторика? Она вообще не нужна. Ну как, вот Горький сам говорит, что на самом деле и метеорологи, и философы, и, значит, ребята на суде, все используют риторику. Причем риторику используют... Убеждение. Да, ну, по причине это самое пресловутой, достославной, как бы, агональности греческой культуры, да, они ничего не могли делать. Ну используют, и что? Это не значит, что из того генетивус, генетивус, объективус и генетивус-убективус из того, какой это функция поддержания следует, как устроен разум. Вообще никак. Ну используют, еще... Ну вот, ну, например, если, 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 как бы, на секунду допустить мою гипотезу, которая, как бы, более вычурна, что это, что это субъективный генетив, и тогда это, как бы, вера, которая есть у доксы, то у нас сразу, как бы, ну, в принципе, это... Это тогда, извините, тогда это посисилус тогда вообще. Ну ладно, и что? Тогда это стертая аллегория, потому что доксы, докса в этом выражении так субстантивирована, что у нее что-то может вообще быть. Ну и что? Ну и дальше, что? Причем здесь, а причем здесь философия? А то, что, то, что, то, что это, это риторическая, как бы, фигура, оказавшись забытой в качестве риторической, станет уже вполне себе философской фигурой. так, вот это уже интересно. То есть, она породит просто болезнь языка по Вегенштейну, такую, которая породит несуществующие метафизические проблемы, да? Ну, люди, да, люди будут заниматься вполне себе устройством, ну, то есть, там, картографией человеческого духа, если, что там, что там, к чему стыкуется, что там, что там, во что вкладывается и так далее. Оно же все должно было как бы откуда-то взяться, например, вот из такой вот ерунды, о том, что у Доксы есть вера. Ну, вы просто говорите о том, что мы с неизбежностью, даже если мы супераналитические философы, используем язык, а язык содержит в себе большой пласт всякой хрени, метафоры и прочей ерунды, да? Этот пласт, этот пласт не, как бы, он не по факту неокцидентален, неонтологически неокцидентален. Этот пласт, ну, как бы, по предположению вот этих философов вроде там Ницше, да? Этот пласт, он сущностно в этот язык встроен, так что, так что язык, возможно, только, как бы, может быть, он из этого пласта никуда никогда и не выходил. То есть, например... Почему он встроен-то? Почему он встроен-то? Почему он встроен-то, если я могу просто переформулировать любую фразу, сказать так точнее и все? Ну, они, а без образа, без, без аллегории и без метафоры все равно не выйдет. То есть, например... Так началось хейдегерянство, короче, я понял. просто пространственность, которую, например, Горги здесь предполагает, с Логосом, который, как бы, снаружи, с Доксой, на которую Логос, как бы, действует. То есть, Докса, кажется, да, там, ну, более-менее... Мы так себе, по крайней мере, интерпретируем, да, что Докса, как бы, это внутреннее, что у нее, вот есть глаза, перед эти, перед эти, перед эти глаза можно что-то явить. Намечается, как бы, ну, то есть, то, что происходит, то, что происходит на уровне слов, да, всегда, там, что в этих, что философских, что в системных принятых. Навязывая какую-то схему, да, то, что на уровне слов сложилось более-менее случайно, навязывает потом какую-то метафизическую схему, да? Нет? Ну, как минимум, да. И она неизбывна, да, вы хотите сказать, что я от нее избавиться? Ну, как бы, от, 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 от некоторой, некоторые забытые, как бы, художественности происходящего, в принципе, да, ну, там, безосновной избавиться не получится. Можно ее просто не забыть. Это же все, это все какой-то человек написал, допустим, Горгий, а мы могли взять, сказать, тут не точно, эта схема уводит в сторону, она приблизительная, смутная. Взяли и переформулировали более аналитически. Там тоже будет какая-то схема, какая-то метафора, но она будет ближе к делу. Потом еще раз переформулировать, это же процесс, а вы хотите сказать, что если кто-то когда-то сформулировал вот это сочетание докса с пистин, то оно продолжает излучать свою радиацию и будет излучать ее всегда. Или я вас не понял? Ну, да, но я не верю в прогрессивное процессуальное перетолковывание. Ну, как, а чем мы занимаемся 2,5 тысячи лет? Только этим занимаемся. Вы не верите? Мне кажется, ничего не перетолковалось и стало... Она ничуть не проще. Конечно, перетолковалось. Вспомните наивные схемы восприятия психологического у досократиков. Или даже вот эту схему возьмите у Горгия, да, и сравните ее с современной психологией, научной только, да, а не такой популярной, да? Конечно, перетолковалось. Конечно, все было миллион раз уточнено. Сравните с когнитивными науками современными. Уточнено-то уточнено, но заблуждение, может быть, стало не... Заблуждение, может быть, не рассеялось, а стало просто по себе подробнее. Секунду, какое заблуждение? Давай, скажем, вот это заблуждение, которое мы сейчас на экране, я компьютеры вижу, оно рассеялось, возникло другое, но это процесс, конечно, бесконечный. Но это не значит, что с заблуждениями нельзя бороться, и не надо. Конечно, надо, надо все уточнять. Просто знания расширяются. А вы предлагаете одну поэму менять на другую поэму и называть это все процессом философии? Нет, философия не исключается в поэматизации. Не знаю. Вы аналитическую как бы стратегию не Витгенштейновскую предлагаете сейчас. В смысле, не Витгенштейновскую? Потому что Витгенштейн ни в какое прогрессивное, процессуальное уточнение не верил. Почему не верил? Он только этим занимался. И все его ученики только этим занимаются. на собственном, да. Да, как бы, но это было синхроничное, не процессуальное. Так занимаются или нет? Вы даже не уходите. Занимаются или нет? Давайте закон исключенного трендера не нарушать. Да или нет? Занимаются они этим или нет? Кто? Ученики про учеников ничего не знают. Ну, он сам занимался или нет уточнением понятий? Уточнением понятий, думаю, нет. Конечно, да. Только этим и занимался. В этом месте занимает. Лечил язык, как он называл, терапия языка. А вы говорите, давайте не будем лечить, давайте похороним сразу. А потом будем выкапывать труп и смотреть, как он в цвете меняется. Сегодня фиолетовый, а завтра красный. Как интересно. Субъективус поменяли на объективус. Но это не это самое, это не уточнение понятия. То, что терапия... Это уточнение, это уточнение. Давайте не использовать гигеревское слово понятие. Хорошо, это уточнение, это работа с языком, это движение к истине от абстракций метафизических к чему-то более конкретному. Это радикальное уточнение как бы закона Фузуса. Ни конкретных единиц, ни подчистка или реконструкция. Какая разница? Это разные стратегии. Но это уточнение или как вы предложение просто рассматриваете как набор каких-то стихотворений. Одно краше другого и все. Нет, я не предлагаю как это и это самое. Предлагайте, предлагайте. Вовсе нет. Никакого эстетического релятивизма я не проповедую. Нет, вы просто релятивизм проповедите, не эстетический, а глобальный. Вы говорите о том, что кто-то придумал какую-то фразу, она является метафорой. Можно поменять функции падежей и сказать, что вот у нас теперь метафора номер два, но это все равно метафора и в общем-то можно просто обмениваться поэмами, метафорами и в этом заключает, в этой игре заключается философия. Но нет, она не заключается в этом. Можно вообще формулами математическими записать, можно греческим языком записать, можно китайским языком записать, где вообще нету генетилуса абсолютуса, и объективуса, и поссисивуса. Это вообще не важно. План выражения не важен. План выражения не важен, вообще, я считаю. Ладно, как скажете. Ну что, вы обиделись? Ну, немножко. Ну, вы свою точку зрения выразили, а я что, с вами не могу. Ну, пожалуйста. И вообще, почему вы считаете Горгия философом? Он не философ. Он просто умный и красноречивый человек, да, скажем? Ну, философы вообще сложатся, как бы, ну, нормальный философ будет концептуализирован Платоном. До Платона какие бывают? Можно никого из до Платоновских? Да я, ну, неважно, как называется, он не занимается здесь аналитикой, просто. Аналитикой того, как устроена даже не философия, а как душа устроена, как психология устроена. Ну, он просто, ну, чем-то другим занимается вообще. Его, в принципе, не очень-то интересно. И вас, по-моему, не очень интересует то, как устроена реальная психика на теоретическом уровне. Ну, это, для меня это просто невменяемый вопрос, какой устроен. Ну, я и говорю, вот, для вас это неинтересный вопрос, да. И для Горьи, по-моему, не очень интересно. Ладно, давайте потом еще поругаемся, ладно? Хорошо. Может, кого-то еще пригласим. Я вчера уже ругался, кстати, только не с вами. Потому что зашел в одну группу, знаете, там читали Ханну Аринд. Я уже уставший был в Телеграме. И, конечно, мне показалось, что дискуссия была очень поверхностной. Я вспомнил Гоббса, что Гоббс считал людей злыми. На меня все набросили, ты читаешь, что Гоббс злой? В смысле, Гоббс считал людьми злыми? Докажи, с цитатами докажи, там начали орать на меня все. В общем, сложно спорить с людьми, у которых нет представления об истории философии никакого, честно говоря. А с другой стороны, с теми, кто изучал только Хайдегера, Гюльдерлина, Шеллинга, Гегеля и Платона, в таком ключе понял, тоже сложно спорить, потому что все споры сбиваются на какие-то метафоры. Я, честно говоря, вообще метафоры не очень люблю. Я просто боюсь их. Ну, Гегель это совсем не метафора. Ну, олицетворение всяких понятий, да, обожествление каких-то понятий. Ну, ладно, ладно, может, меня потом чему-нибудь еще научите. Так, 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 так. Ну что, давайте еще почитаем нашего Георгия вашего. Значит, дюнамис, сила, сила, слово. Эхи здесь то ли может, то ли имеет. Ну, вроде бы, вроде бы имеет просто, да? Тот же самый смысл, тот же самый, то есть тут логос и там, и тут, но я не знаю. Сила логоса имеет тот же самый логос по отношению, да, по отношению к порядку души. Значит, и порядок средств, ну, каких-то лекарств по отношению к природе тела. Ага, я помню. Ну, вот это... Да, т еще два раза есть, то есть и то, и другое, да, я хотел бы это подчеркнуть. И сила, и сила слова, и порядок лекарств. Да, а смотрите, логос первый... Значит, во-первых, давайте с этого логоса начнем, с логоса номер один, который в генесиве. Как вы думаете, какая функция этого генесива? Субъективус. Наверное, да, субъективус, наверное, да. То есть, по сути, даже можно сказать, что это плеоназм, то есть можно сказать, что это не сила логоса, а сам логос, да? Сильно, сильный логос. И видите, в одном смысле использован этот логос, а вот этот логос использован в другом смысле слова, да? Это риторическая фигура. Как она называется? Сейчас я посмотрю. Понимаете, вот я просто не могу успокоиться. Вот такие споры между аналитиками и континентальными философами, они... Знаете, чем обычно заканчиваются? Тем, что аналитический философ, ну, я даже не про себя говорю, я не философ, да? Он говорит, а вы не могли бы то же самое аналитичнее выразить? Я просто не понимаю. А его, так сказать, визави говорит, что само требование быть аналитичным нам не свойственно, оно вам свойственно. И на этом спор, по сути, заканчивается. Ну, да, собственно, ну, вот мы сейчас, я сейчас, я сейчас на уровне этой фразы готов это объяснить. Что здесь происходит, что здесь происходит с этим самым? Сейчас я, вот, одного и того же слова, это параномассия, нет, антоноклаза, антоноклаза. Как работает здесь эта антоноклаза? У этого какое-то специфическое есть название, когда, с одной стороны, это, конечно, мы можем сказать, что в разных смыслах, слово смысл, слово логус здесь названо. Но вообще-то это иерархическая такая параллель, где нам якобы выдают А и Б, которые друг с другом находятся в отношениях аналогии. Но, как бы, сам принцип их аналогии, часть А включена более существенным образом, чем часть Б. То есть, ну, как вот здесь, собственно, происходит, может, невнятно выражаюсь, он говорит, у меня есть часть А логос, часть Б формакон. Но, значит, сам принцип их, ну, параллелизма, это логос. Ну. Так и с требованием аналитичности. Оно, с одной стороны, себя, как вежливое, оно делает вид, что оно признает, говорит, ну, ладно, дискурсы бывают разными и так далее. Мы вот такие, вы такие. С другой стороны, оно выводит себя в самой этой доброй просьбе, как бы, выводит себя, в некотором образом, за скобки и предполагает свою, в общем, исключительную претензию на всеобщность. Нет, не претензию, нет, не претензию, не привилегию, не привилегию, а свою обязанность. И говорит, а вы тоже возьмите на себя эту обязанность. Почему? Это не привилегия. Ну, хорошо, но это же обязанность конкретного дискурса. Это обязанность, который, этот дискурс изнутри себя, на которой он себя, на этой обязанности, он себя, как бы, и основал. Это миссия, которую он в себе выпистывал, и ничего, на самом деле, кроме этой миссии, в нем другого нет. Вот этого не надо, вот этого не надо, что там ничего другого нет, это методология, там много чего другого. Хорошо, хорошо, почему просто эта миссия, ну, может быть, может иметь, сама миссия, сама обязанность может иметь претензию на всеобщность, на всеобщий это самое. Ну, да, 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 есть такое высокомерное требование, и мы не понимаем, как просто от него отказаться. Мы говорим, да, вот это входной билет, все остальное, пожалуйста, можете говорить, анализировать хоть Гёльдерлина, только давайте логически. Ну, вот, то, что я сейчас пересказываю, это, собственно, мысль Гёльдерлина, которая вот была в связи с Антигоной. Он говорит так, сейчас я объясню, это примерно про чистый разум, и, в общем, про науку и про рассудок. Он говорит, значит, свойства, ну, я простым, грубым, сломанным языком, в общем, свойства рассудка заниматься всеобщими вещами, есть его частное свойство. То есть, это частная индивидуальная особенность науки, мочь и уметь, и хотеть, и знать, рассматривать вещи только в свете их общего смысла, скажем так. Ну, 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 так. И для того, чтобы, для того, чтобы из этого самого, из этой частности, из этого, из этой ограниченности и определенности, она своя, она на свой лад, но всеобщность, требования всеобщности, это тоже, тоже определенность. Чтобы из этой определенности выйти, требование всеобщности должно быть нарушено. То есть, не может, не может существо, там, человек... Вот это я не понял, что значит из всеобщности выйти? Из определенности, из определенности, которую накладывает требование всеобщности... Я тоже не понимаю, что такое определенность, уже запутался, что такое определенность. Говорю, рассматривать вещи в свете всеобщего, это частная особенность. Ну, ну, тоже вот я не очень понимаю, я думал, что понял, теперь понимаю, что не понял. Я просто говорю о том, чтобы не нарушать законы логики. Давайте вот не нарушать... Вы это называете общностью? Ну, все, логики есть разные. Ну, вот начинается, я знаю, что есть логики разные, да, мы знаем одного логика, который придумал свою логику. Да, назвал ее по-своему даже как-то. Я не считаю логику Гегеля логикой, честно говоря, я никогда этого не понимал. Как можно построить логику на антилогике? Ну, ладно, понимаете, мы можем выйти за пределы, как вы это назвали, вы просто презрительно назвали философию наук, я так понял сейчас, да? Давайте выйдем за пределы рациональной философии, рациональной науки ради Бога. И будем анализировать стихотворение Катула «Я люблю и ненавижу одновременно», в котором нарушается закон исключенного третьего, да? Или какой там закон? Там все законы сразу нарушаются, да? Я одновременно и люблю и ненавижу. Какой закон здесь нарушается? Ну, пусть об этом знают те, чьи законы нарушились. Катула, наверное, сам ничего не нарушает. Ради Бога, пусть нарушают законы логики и пишут прекрасные стихи. И давайте читать Катула и вообще Гюльдер или на кого хотите. Только почему мы должны говорить, что мы при этом остаемся философами в этот момент. Мы просто на досуге читаем поэзию, рассуждаем о чем угодно, об Елене, о Катуле, о любви. Но философия – это все-таки логика формальная, а не диалектическая. Да, в общем, я в принципе не возражаю. Меня доброе имя и престиж философского предприятия, как оно исторически оформилось к дням моей жизни, не сильно уже завораживает. Ну, конечно, вы его сами разрушили, свои механизмы. Теперь нечем завораживать, да. Ладно, давайте вернемся. Давайте потом какой-нибудь батл устроим, да? Хорошо. Так, что тут у нас? Ну, тут хиазм. Нет, подождите, тут мы не договорили про логос-то. Логос в разных смыслах используется, два раза, да? Это антоноклаза называется. А, да, я забыл спросить, вы сказали, да. Антоноклаза, хорошо. Хиазм, я в чем имею в виду? Был тест психоз таксин, потом тон фармакон таксис. Извините про Катулла, просто вы меня задели своим в репликах. Это закон непротиворечия называется. Да? Один из трех законов. Закон непротиворечия называется. Нельзя одновременно любить и ненавидеть в логике. У Гигеля можно, наверное, да? Не знаю, я, кстати, ну, это не логика. Наука, ну, гигельская наука логики, это не такая логика. Я не читал ее, я только фенологию духа и почитываю. А это развитого, зрелого я не... Ну, наверное, у него, да, на разных этапах две противоречивые мысли возможны, а потом они снимаются, да, у Гигеля? Да, только так, только так и это самое. Только они, ну, они все равно во времени друг с другом немножко, ну, в каком-то странном. То есть всегда есть какое-то еще измерение, которое их разводит. Это не то, что соположилось одной и противоположной ему, соположилось в некотором абсолютном рядом. То есть на другом уровне, на другом уровне противоречие сохраняется, просто на высоком более уровне, да? Да. После снятия, да? Ну, да. Фу, ладно, ладно. Ладно. Так, Тонаутон де Логан. Можно было такой семинар устроить, только, знаете, не слишком широкого содержания, иначе мы все потонем. А какого-нибудь, наоборот, очень крайне узкого, например, про глагол «докео» или про слово «докса». Как оно развивалось, или вас больше интересует слово «падхос», да, вы говорили? Да, но с «падхосом» я, это моя отдельная, это самая, работа. У меня там большой, большой проект, это его просто маленькая, маленькая часть. О-о-о. С «доксой» это, ну, периодически, да, вспоминаю про «доксу». Ну, это что-то можно придумать. Да. Меня больше интересует археология, так сказать, политических понятий. Демократия, либерализм, вот этих. Угу. Потому что они используются, кто в лес, кто под дрова. Согласен, наверное, не будете спорить, да? Ну, это вы тоже из санитарно-аналитических, в общем. Санитарно? Уже нет. Ну, как терапевтических, да. Нет, 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 археологических именно, не то, чтобы я хочу вылечить и понять, как на самом деле, а понять, как произошло смешение, почему все по-разному понимают, эти слова используют. Угу. Потому что то, кем называли, вот в начале нулевых в России либералами, вы же не помните, где в детский сад ходили, это совсем не те либералы, которые мы стали называть спустя 15 лет, допустим, да? Да. На каком-нибудь, на радиостанции «Эхо Москвы» какой-нибудь, да? Совсем запрещенная она сейчас, да, уже, да. Совершенно разные, совершенно разные. Ладно, давайте все-таки что-то, да, очень интересно все, ну давайте дочитаем этого проклятого софиста. Угу. Так, ну чего, нам про эту фразу нужно что-то сказать. Тут дважды повторяются следующие слова. Логан. Логан в разных падежах, потом таксис в разных падежах. В формакон и саматон. Полептод, да? Да. С этими самыми, с таксиным таксисом, да. А что значит вот эта сама фраза, в общем-то? Тон, формакон таксис, порядок лекарств? Смотрите, тут есть на этот счет пометка, которая меня не очень убеждает. Тут говорится о том... Да, видите, какой-то философ пытается на красе заменить смешение лекарств, когда вы одновременно пьете два лекарства. А дильс тот самый указывает, что здесь таксис – это эпитаге, от глагола эпитасу назначать, как бы предписывать. То есть, как бы таксис, фармакон – это, по сути, рецепт. Пей такое-то. Но мне-то кажется, как человеку больному старому, что таксис-фармакон – это последовательность. Ну, то есть, вот есть, допустим, да, то есть, не надо пить голоперидол там до анальгина. Сначала анальгина, потом, условно говоря, я-то не пью, естественно, голоперидол. Или есть таблетки, вот всякие от бессонницы, да, как ни странно, есть утренние. Просто у меня бессонница, я знаю, там мне прописывали. Есть таблетки утренние, а есть вечерние. Если вы их перепутаете, то вы не сможете вечером заснуть, а утром будете сонным, да. Мне кажется, таксис – это, как бы, порядок приема лекарств. И тогда можно подумать, что таксис-фюхэс – это тоже порядок души, то есть, уровень души, иерархия души. А вы как поняли таксис души? Как что? Я что-то забыл уже. Ну, я сказал порядок, да, но… Ну, строй, строй – это иерархия. Это не… это, извините за выражение, не это, как это, уделёс называется. Резома, да, это не просто какая-то такая схема, да, такая хаотичная. Это… это раз-два-три. Так. Ну, ладно. Значит, у нас получается слово «логос» два раза используется, таксис два раза, фюсис тоже два раза, или один раз. Один раз. А, один раз. Ну, прикольно, что он много сделал здесь на этих самых, на женских… на женских… женского рода, в какое-то, называется, первое склонение. Третье-третье. Третье. «Дюнамис, таксис, фюсис». Да, да, да. Хотя они разного… с разным количеством слогов, да, действительно. Третье склонение на «из». женского рода. «Таксис, дюнамис, таксис, фюсис». А-а-а-а… И что вы хотите им сказать? не знаю нет ну ну тут тут просто в одно закрутил в сразу несколько штук да то есть это каком-то смысле какой-то как это парихеза небольшая ну то что слова сами эти похожи он их расставил в общем-то в хиастическую последовательность и одессе ясно заких язму ну что там не что-то мне такое мерещится в такси не такси си которые которые меняются местами да то есть то есть в во второй и во второй части после ну которые про про лекарства да такси с он кому соответствует он соответствует дюна миссу из 1 да там был ту логу дюнами здесь форма контаксис но это не хиазом тогда да или хиазом симметричная вроде конструкция перекрестная последовательность слов или предложений ну что такое что 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 такое хиазом это смотрите вот квадратик потом кружочек потом не квадратик сразу кружочек а потом квадратик ну да как в пропорции математической да вот если перемножить да крайне члены перемножаются на равные приложения внутренние да а здесь по-моему кружочек квадратик кружочек квадратик а секунду подождите я в общем я не знаю как это как назвать немножко пасуем ладно мы это новый текст да да мы его перечитывать будем да давайте все-таки хотя бы два параграфа прочитаем сегодня то есть я предлагаю дальше читать до конца вас пергарты он фармаку на лус аллах у мус и кто сам это сексалий к этому носу тады бил пау и вот такая тонлог он ваймен и люпы сын воды и торпсон воды и фобосон воды из тарса скатеста санту саконтас воде пейтой теника и никакой там психон фармаке у санкой x и гу гу это стану значит под удобно тому как среди лекарств разные разные лекарства выводят выводят разные жидкости из тела до соки так и нет как и и одно и от одни лекарства прекращают болезнь а другие жизнь так и среди слов одни но тут гономический огорчают другие радуют третьи пугают четвертые как бы придают смелости ставят в смелость тех кто слушает и не пятое значит как и той это датив это от пейто пейто тут наверно ударение пейто у нас было предприятия по поводу раку так али женского рода это приход у меня никакая да поэтому как еще это среднего рода женского какому как какому то плохому отка видимо как вот от какого то плохого ул почему почему что я буду это инструменте наверно датилус а я понял каким-то каким-то может быть злым увещеванием душу исцеляют и гуэте вот околдовывать по моему да и освобождают очень про отрезвляют ее от чар нет наоборот зачаровывают околдовывают тут же эгг сейчас темнее это усиленное вот смотрите в словаре об этом сказано то есть это можно понять если мы понимаем фармакео как то что не лечит а то что накачивает лекарствами можно понять это то есть мысль одурманивает далее зеленье понять это как гендиадис одурманивает и еще раз одурманивает разными словами душу а если мы понимаем фармакео как лечит как лечит этот оборот противоположные понятия но мне хотя тут нет они нельзя так сказать потому что убеждение как это с другой стороны можно эту мысль усложнить сказать что каким бы плохим не было убеждение оно как горькое лекарство может как как и ухудшить болезнь так и вылечить да да у него везде вот эта мерцающая двусмысленность везде в каждом слое да ну вы помочь хорошо перевели аллу сало одни одни фармаки одни зелия одни хумусы извлекают другие зелия другие хумусы из тела извлекают кстати непонятно что это такое тут есть какие-то ссылки на на ну то есть короче говоря античным врачам это было понятно да что значит извлекать хумусы рвоту на какую-нибудь я не знаю что гуморы а да и на уморы это это из патриотической школы да все эти гуморы откуда они метафизики вот у аристотеля с вами встретили что там были какие-то холерики то и все и и я это но просто по по гуморам какая-то антропология то есть кто-то ну или 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 как бы болезни ком-то такая же в ком-то черная желчь но то что потом будет в средневековье активно интересно это все-таки при патетике придумали теофраста аристотель или это было уже как у гиппократа ну ладно это не наша задача сейчас да в общем он про что тут говорит про то что разные зелья по-разному действуют и одни убивают а другие лечат а точнее и те и другие убивают кстати да только одни убивать жизнь человека да другие убивать болит кстати прекращать жизнь это перефраз да то есть это по сути убивать да или эвфемизм а он здесь потому что пауи одновременно работает на два дополнения на носу и на пиво да то что это не сделано да да туда и туда действительно работает но не зевма ли это так прям прекращать жизнь мне кажется нельзя а болезнь можно хотя нет на это и другое можно да нет однажды не зевма что вы думаете зевма не зевма ну я не знаю вот в словаре смотрю и чё ты не непонятно хотелось бы конечно зевму но мы все хотим зевму да так так а что дальше таким же образом а дальше какая-то называет комментатор не просто и со колонна тетра колонна четыре колонна одинаковых да четыре колонна огорчают радуют пугают они 3 да а нет вот 4 да вот это да четвертый немножко не симметричное по отношению к первым триумом из тхарсус катестасен кстати а вот это не перефраза нельзя было это глаголом одни выразить ободрять тхарсео знаете глагол тхарсео только он означает что тхарсео тхарей знаете в виде императива чаще он используется но он он не переходный наверно в том то и дело да что он быть смелым да а нет какого-нибудь варианта переходного тхарсюно вот тхарсюно есть смотрите внушать уверенность так что я считаю что вот это эст харсус катестасен это перефраз вместо того чтобы использовать один глагол он использовал вот такое сочетание так эм эм что тут еще есть носу биу да? что это такое? эмм мы эм ну как минимум парихезы сейчас посмотрю что еще может быть гометолефт гомиаптот один и тот же поддержка в конце корня кто туда а иксаги пауэй гометолефт если угодно но недовольно далеко стоят так что не знаю а фармакон тонн логан параллелизм ну да да какой-то параллелизм но он в общем и на уровне смысла то есть но это не противопоставление не антитеза да слова и слова слова и травы тут тут гута да тут тут не антитеза а наоборот да сопоставление такое не знаю как называется просто не знаю так гипербола не видите каких-нибудь она диплополсов киклосов анафор симплоков аллегорий а вот да а вот то что эксаги это что лекарства извлекают соки это это не аллегория какая-то но сами ничего не извлекать извлекает врач который назначен назначают да да непонятно да как они то есть это же и врач тоже тело само из себя что-то и изгоняет все остальные только подготавливают условия для этого ладно давайте проанализируем последние предложения после запятой да а или мы уже проанализировали вот эти два слова звуча оканчиваются одинаково да как это называется ну да одно тоже гометелептом ну давайте дальше пойдем да у нас еще 10 минут да да попробуем как значит так это получается аористный пассив от пейтху наверно от пейтху мэй да лучше сказать а это он к елене возвращается наверно стало быть если словом была убеждена не то она не это самое не согрешила а просто ну в общем не повезло и оказалась оказалась в несчастье да и и то что и вот то что это так это эйритай да эйритай это футуром или аорист не это ни то ни другое это по моему плюс к вам перфект уже сказано от лего то есть он говорит о том что наша длинная апология по сути дела завершена елена или по крайней части и завершена в общем я бы даже перевел это не как лего а как глагол ну очень доказать доказано очень то что она была не нарушительницей а жертвой нарушения и жертвы судьбы это доказано если она была с помощью логоса логосом убеждена логос и убедил я бы так это понял хорошо и четвертую причину я в общем расскажу в четвертом слове но в четвертом проще заходе каком-то тут у нас одно слово одно прилагаем одно числительно в разных падежах да это полип то да а вот эдикасен алаэтьюхасен это антитеза да с гометолефтами ну да и может быть даже с этим сам то есть они с и соколаном да да вот так да прихезы в общем они принц похоже эти штуки блога тут есть и то есть влога в дом в двух смыслах как бы абстрактный логос которым она была и пистка и логос который он собирается сейчас просто еще одну а точно да это называется она одна наклаза да да что еще ничего ну давайте еще одну прочитаем в следующий раз если если тот кто все это сделал был и раз да у него но это повторяется то у него вот было так также с этим самым с логосом вот это вот голого praxis добыла что такое значит не смотри сразу сразу летота да ухолепоз да то есть летота то есть легко можно сказать эвколос или как-то там левкоз не легко очень даже легко и диафэкс этой смотрите у глагола февго диафэвго у него футуром идеальный да это елена елена с легкостью большою избежит чего айтия но видимо как бы обвинение вины обвинение да в том что после слова вина стоит генетилус преступления до марте в марте прокат про которую сказано что она случилась то есть ее может быть и не было с точки зрения нас защитников елены то про нее говорят что она была якобы да ну прекрасно давайте быстренько проанализируем тавта панта сразу вижу тата я все самое худшее вижу всегда самое очевидное тут то что на самом деле не является никакой фигурная тавта панта так 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 какая то есть это самая альтерация в легомена с гегуненой но я не знаю как это да да вы на мою тропинку вступили не существующих фигур да ну да действительно олег гек а тут две альфы смотрите два слова с альфы начинается и тут много это да это 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 ладно это от безысходности да так чего еще тут есть ну-ка чего нет комментатор пишет эротическое влечение ничего себе такие слова отличие слов и реальности это все про смысл и программатику да ну да отличие слов и реальности то есть легоменос так называемое преступление которое и не было которого и не было может быть да так ну или про литоту мы сказали в самом начале эрус гипербатон да эмфаза да эрус то есть он предикат выносит вперед и глагол глагол стоит тоже немножко на необычном месте энда эрус эн и в конце как в учебниках так а вот вот авто панта праксос это перефраза нет да нет наверно как еще иначе скажу да то что все это совершил да да ну давайте давайте успеем может быть еще два маленьких кусочка пересчитать а вы бы потом куда-то торопитесь не нужно сейчас просто папа папа пообедать а в семье у меня ученики приходят ну да гарка роман эхи фюсе но хэн ухэн геммис теломин алхэн гекастон этих а вы что готовы еще два часа что Ну, я просто не могу сейчас, да, так. Вам понравилось, я смотрю. Ну, я ему симпатизирую, да. Гаромен — это этот самый откратативус? Не обязательно. Это глагул слитный, да? Да, это может быть действительно индикатив. Значит, мы смотрим, что мы рассматриваем. То, что мы видим, да? Ну, просто то, что мы лицезреем, то, что мы видим, имеет природу. Да, не ту, которую мы хотим, но которая с каждым случилась. Это упрек вам, кстати, со стороны Горгия. Вам, Гёльдерлену, Гегелю и Хайдекеру. Это манифест, кстати, неожиданный со стороны Горгия, манифест объективной реальности. Природа такая, не такая, какую мы хотим видеть. Кстати, интересно, почему он здесь об этом говорит. А такая, какую каждый из нас получил. Хотя это не манифест. Это не манифест объективной реальности. Это манифест, это скорее разрушение свободы воли, представление о свободе воли. Вот каждый из нас такой, какой он есть. Это скорее прохапитус, да? Елена такая, сапожник такой, философ Платон другой, все разные. И мы не выбирали быть, кем нам становиться, Еленой, сапожником или Платоном, с другой стороны, да? Да, но вот этот вот этихи можно не полностью пассивно понимать, да? То есть... А как? Ну, Тюнхану, насколько я понимаю, как бы как встреча, она может быть и какой-то обоюдной. То есть природа... Не то, чтобы природа пришла и взяла целиком каждого себе, насколько захотела. Но, как бы... И человек природу обретал, и природа, в общем, шла навстречу человеку. Какая случилась, такая случилась, да. Угу. Знаете, кстати... А как бы более обретать, да, Тюнхану? Вы так природите, да? Ну, нет. Я думаю, что... Мне, кстати, вопрос. Я не очень понимаю, почему здесь два аккузатива. Н и Гекастан. Гекастан. Гекастан — это Елена, видимо, да? Или нет? Нет. Мне кажется, что это Фюсис. Значит, то, что мы видим, имеет природу никак... Никакую... Вот это Ген тоже... Вот это точно Фюсис, да? Которую мы хотим, чтобы... Тут Эйни пропущено, тут Эйни пропущено, да? Ну да, ну да, можно так. И Гекастан, я понял, что это... Там вот был Га в самом начале фразы, и Гекастан — это вот из этого Га. Да. Ну, то есть каждое просто. Каждая вещь. Каждая вещь. А Ген — это и природу, да? Да. Подождите, а Атала Тюнхану, как вы поняли? То есть, получается, какую... Встретила... Вей, какую... Каждая вещь получила природу, да? Да. А почему тогда Ген в акузативе? Сейчас... Тюнхану с генитилом должно быть, хотя нет, а... Ну да, встречаться, попадаться с генитилом... Находить, заставать... Мне кажется, Ген — это логическое подвижающее здесь. Нет? Выпадать на долю, кстати, не в генитиле. Ну, это Гомер. Если честно. Давайте так, давайте мы подвесим вопрос, в следующий раз мы на него ответим и дочитаем до конца, да? Чтобы закончилось в одниках. Хорошо. Диадетес обсоус гепсюхэ кантой стропой стюпутой. Значит... Посредством... Что это? Зрения? В общем... Ну, да. В общем, да. Через зрение... Душа... Что там? Каян... Формуется, я так понимаю... Видимо, разными... И... И... Это... Это Н. Кай-Н. И... В тропосах. Поведических паттернах нам предлагали переводить. То есть, душа проявляет себя в поведении, да? Или чего? Не про... Не проявляет, а... Проявляет. Ну, то есть, сначала... Сначала какое-то зрелище. Мы видим какое-то зрелище. Допустим, что-то страшное. Фильм ужасов. Фильм ужасов влияет на нашу душу. И потом, во сне, когда мы спим, у нас... Мы ворочимся. Больше, чем обычно. Это наш... Мне кажется, что вы... Вы какую-то сложную уже цепочку выстроили. Что это через опсис входит, а потом через тропосы... Да, да. Нет разве? А мне кажется, что он просто говорит, что душа... Душа приобретает форму, душа формируется. Пункт А. По средствам зрения. То есть, просто глядя на то, что... А, вот так вот, да? И Б. Ну, как бы, в своих поступках, да. В способах. Ну, в путях, которыми ходит, скажем так. То есть, в пассивном и в активном, если угодно. Ну, то есть, в профессиональной деформации, например, да. Человек что-то делает всю жизнь, да, то он потом это влияет на его душу, да? Да. Ну, здесь, ну да, я понимаю, возможно так, но все-таки здесь речь идет о Елене и здесь речь идет о силе Эреса. То, что Елена, допустим, увидела Париса или Парис Елену. Короче, они друг друга увидели, влюбились, и их душа, ну, допустим, душа Елены, под воздействием чувства сформировалась таким образом, а не сяким. Что в итоге она сбежала, уехала. Или позволила себя увести.